друзья всем привет хочу вам показать такую штуку которую явно вы еще не видели вот такая вот это сауна здесь вот мойка лавка где сидеть можно и такой вот столик что находится под этим столиком унитаз для детей вот есть вот такой специальный загончик открывается дверка заходит ребенок делает свои дела смывает воду закрывает загончик и закрывает крышку все был унитаз и нет унитаза идея конечно интересная задумка тоже ну насколько практично такая вещь я конечно не знаю но все-таки раз сделали летах для кого-то значит это кому-то надо если вдруг кому-то это понравится пригодится то можете использовать такую задумку тоже у себя где-нибудь там где это будет необходимо так и вот тут еще у нас в этом углу стоит еще один унитаз и он конечно разобранный но он тоже предназначен был для таких целей возможно где-то в другом месте он должен быть будь установлен так плитка на полу тут конечно сборная здесь от керамогранита 10 обычный настенный кафель я не понимаю для чего стелить настенный кафель на пол во первых он скользкий если с мокрыми ногами на него наступить то можно явно подскользнуться вот поэтому хотя бы кафель этому керамогранита хотя бы ходить уже можно но вот это вот опасная вещь поэтому не советую стелить такую плитку себе на пол потому что вот она эта плитка здесь на стене видать осталось я также постелили на пол кому такая идея пришла в голову не знаю так идем дальше так вот она дверь и вот она сауна но тут тоже у нас дизайнер специалист проектировал данный вид укладки плитки тут сборная опять керамогранит кафель но весь мусор который в общем был остался со стройки впустили сюда и вот тут на стене такая же вот картинка тоже разнобой разносорт в общем как то так так мы тут вот обшито все деревом уже давно уже это дерево конечно устарела так ну и с этой стороны у нас печка где у нас лежат камушки так все это дело из железа так ну и вот там он под этим есть такой бачок бачок вот этот бачок куда набирается холодная вода и ей потом можно пользоваться находится на под лавкой то есть она нигде не мешается находится под лавкой то место полно так что если вдруг очень удобно даже разместить такой бачок под лавкой и вот здесь вот еще пространство осталось возможно для детей которые не слушаются можно будет загнать их туда и чтобы они там сидели кстати вам тоже разносортная плитка вот так вот окошко окошко прямо в парилке так ну и тут тоже у нас небольшой разносорт ну как то вот по дизайнерски подошли к этому делу такой вот сборный элемент ну и вот тут вот труба полипропиленовая проходит прямо вот здесь вот рядышком с камнями тут температура конечно высокая я не знаю как выдержат вот эти вот полипропиленовые трубы что с ними может произойти при таком близком контакте с этими камнями где явно температура более чем 100 градусов так-то температура для плавления у этой пластмассы наверно поболее но я думаю все равно как-то она может деформироваться при таком близком контакте пока еще никто не испытывал это потому что было сделано это недавно и испытание еще это все не прошло поэтому что будет пока неизвестно так ну вот тут два крана здесь горячая вода здесь холодная вода здесь в общем ставится тазик и набирается вода для помывки ну вот тут трап стоит там еще один трап стоял так ладно уходим с с этой сауны идем опять мощно хотя вряд ли это называется мощный скорее всего комната отдыха и вот тут такая вот раковина только для холодной воды потому что сюда приходит вода только холодного водоснабжения и канализации уходит уже туда все эти холодной воды тоже установлены ну да в принципе зачем в бане горячая вода когда она может естественно образом греться за счет печки так ну тут розетка выключатель термометр показывает 15-16 градусов на улице потому что еще апрель месяц так стать еще одну штучку такую заметил данной сравнение это вот такой вот стоит тот датчик но такого основного ставить на коллекторах где нужно замерять температуру и вот тут он установлен тоже чтобы видать замерять температуру в сауне этот датчик у нас выходит в этот прибор где задается температура и потом от этого прибора провода идут вот сюда ну да здесь регулирует подачу газа чтобы горелка если при необходимости увеличивает подачу газа чтобы огонь был мощнее или включает его полностью если вдруг становится очень жарко в сауне так ну и также вот краны для набора воды потолок вагонка стены плитка и вот тут какая-то труба я не знаю что труба скорее всего просто вешалка чтобы сушить вещи еще раз вернемся к этому унитазу детский унитаз в небольшом таком загончике так ну что ж на этом на этом у меня все всем спасибо всем пока и и и